Друзьяки, всем привет! Как настроение новогоднего? Предлагаю вам приготовить еще одно блюдо, которое идеально подойдет на новогодний стол. Это красная рыба. Это любая красная рыба, которую вы любите. Не помню честно, что я брал, но короче, не столь важно. Меньше текста, начинаем готовить. Полетели. Для начала мы подготовим все для соуса. В соус у нас пойдет укропчик. Укропчик мы нарезаем как можно мелко. С укропом все понятно. Дальше петрушечка. Тоже как можно мельче нарезаем петрушку. Петрушечку нарезали, к укропу ее. И базилик нарезаем как можно мелко. Все. Дальше. Берем цедру половинки лимона. Только желтую часть, самую ароматную, не горькую. Ну вот, с половинки лимона взяли цедры. Я думаю, его будет достаточно. Вот то, что нужно. Все. И отрезаем как раз эту половинку. Мы ее тоже используем. Для чего? Нам нужен будет сок лимона. Мы сразу так вот его... Дальше нам понадобятся яйца. Берем одно яйцо сюда в сотейник. Клац. И второе яйцо в сотейник. Клац. Теперь мы берем венчик. И яйца разболтываем хорошенечко. На холодную. Пока не включаем ничего. Дальше сюда добавляем 150 миллилитров сливок. У меня 15 процентная. Тоже на холодную. Размешали хорошенечко. Берем сюда. Добавляем теперь нашу зелень. Цедру лимона сюда. Оп. А теперь включаем плиту на средний огонь. И медленно прогревать, пока соус не загустеет. Важно, чтобы он был такой сливочный. Можно уже добавить немножко лимонного сока. Чуть-чуть. Обязательно сразу скажу, нужно добавить сюда щепотку соли и черного перца. Так. Главное помешивать, помешивать, помешивать. Я чуть-чуть не уследил. И у меня, походу, чуть-чуть расслоилось. На помощь придет что? Блендер. Друзьяки, смотрите. Если у вас получилась вот соусом такая вот неприятная история, это на самом деле совсем не страстно. Берете помощника блендера, накрываете и... Все, в принципе, так как и должно быть. О, идеально. Вот теперь I'm happy. Наш соус готов. И приступаем к нашей рыбке. Включаем плиту. Немножко растительного масла. Так. И все. Когда разогрелась плита, кожицей вниз. Ай, как красиво, да? Все. И уменьшаем. И теперь ждем, пока он начнет прогреваться снизу. Даже видно будет, вот как подыматься будет, он будет белеть снизу. Главное на небольшом огне. Если вы будете жарить на большом огне, то снизу корочка сгорит, не прогреется, не приготовится до середины. Смотрите, вот на этом кусочке уже хорошо видно. Смотри. Видишь, как он подымается, вот уже докуда проготовился, да? Друзьяки, пока жарится лосось, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Колокольчик, уведомления. И вы не пропустите ни один наш следующий ролик. Проверяем лосось. Смотрите. Знаете, какой есть плюс у сковородок, у которых выпуклое дно? Когда жаришь, по центру лишнего масла нету, оно стекло. И если нужно, немного масла будет так вот чик-чик-чик, его подвинули. Оно смазалось, а лишнее сбежало. Рыбка уже практически готова. Мы ее еще поставим на каждый бок, вот так вот немножко. Оп. Лосось надо совсем чуть-чуть. Не нужно его пережаривать, он будет тогда сухой. А нужно довести его, вот, чтобы был со всех сторон. Ай! Красивенький вот так вот стоять. Все. Смотрите, какой он красивый, с корочкой. Все. Ай, чуть-чуть, видишь, как Рома неаккуратно. Ну, ничего страшного. Мы это что делаем? Ааа! Стреляет. Все, он уже готов. Выключаем. Оп. Раз. На салфеточку, чтобы лишний жир. Оп. Лишний жир мы уберем. Я не люблю, когда много жира, он не нужен. Этим временем мы включаем, прогреваем соус, чтобы он был теплый. Все. Прогрелся. Берем вот этот красивенький кусочек. Берем ложечку. И все. И вот это вот так вот соусом поливаем невидимый лосось. Мы угадали с цветом тарелки. Смотрите. Его просто не будет видно. И вот так вот теперь. Готово. Друзья, 22 минуты 30 секунд. И наш лосось в сливочном соусе с икоркой готов. Настал момент пробовать. Соуса побольше. Слушайте. Слушайте. С шикарным соусом. Очень вкусно. Реально. Друзья. 22 минуты 30 секунд ушло, чтобы ее приготовить. И вот эти вот две порции на двоих нам обошлись всего лишь 9 долларов 22 цента. То есть, если поделить пополам, то одна порция стоит 4,61. Вот. Одна порция. Стоит ли приготовить это дома? Блин, мы ее готовим уже лет 7. Эту рыбу. И это офигенно вкусно. Быстро. Поэтому, друзьяки, стоит, приготовьте, и вы не пожалеете. С вами был Роман Щеглов. Канал Время, Деньги, Еда. Приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова